Друзья, всем огромный привет и сегодня мы устроим настоящее испытание плагинам RetouchMe, работающих на нейросетях в фотошопе. Плагины платные, но сначала мы посмотрим, как они пройдут наше твердое испытание, а потом я расскажу, как получить на них большую скидку. Для тестирования плагинов RetouchMe я подобрал фотографию модели с наиболее ярко выраженными недостатками на коже. И мы посмотрим, как плагины справятся с нелегкой задачей. И так как и мне и вам уже наверняка не терпится посмотреть результат, переходим в фотошоп. Поехали! Нажимаю сочетание клавиш Ctrl G и делаю дубликат слоя. Далее идем в фильтр RetouchMe и выбираем плагинчик Heal. Этот плагин осуществляет ретушь небольших дефектов кожи, прыщей, пятен и так далее. Не будем давать фору этим плагинам, пусть отрабатывают строго на автомате. Применился фильтр, нажимаем Apply и чтобы ничего не перепутать, слой я назову в честь этого плагина. Окончательный результат мы посмотрим с вами немного позже, идем дальше. Нажимаем сочетание клавиш Alt Ctrl Shift E, переносим все наши настроечки на новый слой и применяем следующий плагин, который называется Dodge & Burn. Плагин отработал на автомате, все, не даем больше никаких шансов, вручную ничего не крутим, кликаем Apply. Назовем слой в честь плагина. Alt Ctrl Shift E. Теперь, друзья, уберем лишние блики и жирное свечение на коже. Идем в фильтр RetouchMe. За это у нас отвечает плагин Metify. Нажимаем Apply. На этом шаге, друзья, я предлагаю немного остановиться и сделать ручную докрутку. Вернуть некоторые блики для того, чтобы лицо модели не выглядело таким плоским. Поиграемся непрозрачностью и верну я блики, пожалуй, где-то на 60%. Но я бы хотел здесь вернуть не все блики. Меня интересуют блики только вот здесь под глазиком и на кончике носа. Вот этот блик выдает неровность на коже, и я не хотел бы его показывать. Что мы для этого делаем? Копируем слой. Выставляем ему непрозрачность 100%. Добавляем к верхнему слою масочку. Смотрим, где у нас были блики. Берем мягкую кисть. Непрозрачность и нажатие 70%. Цвет кисти должен быть черный. И возвращаем блик вот здесь на щеке. Кончик носа. И вот здесь на шее на ключице. Отлично. Объединяем эти два слоя. Убираем их в папку. Называем в честь плагина Metify. Сокращенно пусть будет. Alt-Ctrl-Shift-E. У нас остался последний плагин, который мы сегодня будем применять. Плагин, который отвечает за SkinTone и выравнивает цвет кожи. Давайте сразу назовем его честь. Filter. Retouch Me. SkinTone. Все работает на автомате. Apply. Давайте я увеличу немного масштаб для того, чтобы посмотреть, как отработали эти четыре плагина. Теперь лицо модели практически на весь экран. Зажимаю кнопочку Alt и нажимаю нижний слой. До применения плагинов и после применения плагинов. Ну, как вам, ребят, результат? По-моему, просто шикарно. Но, кстати, вместе с недостатками кожи у нас и ушел пирсинг. Я только это заметил. Давайте мы его вернем на место. Итак, я соберу все наши плагины в одну папочку. Добавлю маску. Выберу черную кисть. И... И еще раз смотрим, друзья. Было. Стало. Ну, если не сказать восторг, это значит не сказать ничего. Конечно, над этим портретом можно еще поработать. И с некоторыми более мелкими недостатками. Как пример, можно поработать еще с частотным разложением, используя бесплатный плагин Retouch Me, который вы можете свободно скачать с сайта производителя. Если интересен урок по бесплатной частотке от Retouch Me, пишите в комментариях, сделаем отдельное видео. Добавить тонировочки на ваш вкус, под ваши задачи. И дальше поработать, например, с глазами и что вы еще любите делать в ваших портретах. Итак, смотрим. Было. Стало. На все про все вместе с Retouch'ю, с бесплатным плагином, который отвечает за частотку, у меня ушло не более пяти минут на такой сложный портрет. И это просто невероятно, потому что работая над частоткой, делая все вручную, ну мы затрачиваем с вами времени где-то до двух часов на одну фотографию. Это просто несоизмеримо. Итак, друзья, если плагины вам понравились, переходите по специальной реферальной ссылке, по которой вы можете купить абсолютно любой плагин со скидкой аж 20%. А на этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Подписывайтесь, если не подписаны, чтобы получать уведомления о новых интересных и полезных уроках. С вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам творческих высот. Всем добра и мира. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»